МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские источники сообщают о начале контрнаступления украинской армии. Командование ВСО эти данные пока не подтверждает. Великобритания передает Украине ракеты, дальность действия которых превышает 250 километров. По оценкам экспертов Ростеха, к 2030 году можно будет эксплуатировать меньше 30 из 150 летающих сейчас в России лайнеров Сухой Суперджет-100. Также сегодня... Гопник — это маленький хулиган, а великий как можно. Но он так вот взял и стал великим. Великим в том смысле, что повестку мира он достаточно сильно диктует. Буквально каждый день. И все оглядываются, кто с ужасом, кто равнодушно. Новая книга Виктора Ерофеева называется «Великий гопник». Телеграм-каналы российских так называемых военкоров буквально взорвались вчера от сообщения о начале украинского контрнаступления. Сообщалось о продвижении ВСУ на солидарском направлении, освобождении некоторых районов Бахмута. Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опубликовал свое письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором предложил министру посетить Бахмут, чтобы на месте оценить обстановку на фронте. В одном из официальных сообщений Министерства обороны России сегодня говорилось, что в районе Бахмута подразделения российской армии, цитата, заняли более выгодные для обороны позиции. Сравнение места этих позиций с тем, где пролегала линия фронта буквально вчера, фактически говорит о том, что эти подразделения отступили приблизительно на три километра. Сообщений сегодня было очень много, ситуация постоянно меняется, подтвержденной информации довольно мало, что, впрочем, естественно. И вот как сегодня утром оценил ситуацию на фронте эксперт издания «Дефенс-экспресс» Иван Киричевский. С одной стороны, в самом деле идут неофициальные сообщения наших военных о том, что фронт российский в районе Бахмута и Солидара, он начинает сыпаться, в том числе под воздействием контрударов вооруженных сил Украины и прочих формирований, которые находятся в том районе. Но с другой стороны, почему сейчас никто не спешит официально заявлять, что вот это вот оно, вот это вот контрнаступление, но потому что, судя по масштабу тех действий, которые предпринимают сейчас наши военные, это всего лишь еще происходит, скажем так, то, что в западной военной мысли называется подготовка поля операции, то есть создание условий, при котором можно проводить это самое полномасштабное контрнаступление. Но если исходить даже из этого тезиса, что казалось бы, такие вот всего лишь подготовительные действия приводят к такому глушительному результату, что здесь не просто в российских войсках не получилось взять Бахмана к 9 мая, а скорее наоборот, что буквально за сутки военные войска теряют в городе те позиции, за которые пришлось биться неделями, поэтому это вызывает такие вот реакции, что раз уже начинают терять позиции под Бахмутом, значит дальше войска пойдут на Белгород. Тем более, что сами российские оккупанты последние, кажется, месяца 2-3 пугали себе вариантом, что если контрнаступление в СОУ будет, то это будет даже не акция по освобождению наших территорий, а попытка зайти на территорию Белгородской области, как тылового района для оккупационных войск. Вот поэтому они, кажется, сами себя перепугали вчера, думая, что вот это вот весь масштаб действий, на который способны наши войска, и начали уже себя пугать, но здесь откроется один большой приятный сюрприз. Все вот по-настоящему, то вот контрнаступление, которым уже несколько недель или месяцев говорят на Западе или в Украине, но еще впереди это только подготовительный этап. Когда вот в самом-то деле пойдут там колоны с леопардами, с прочей бронетехникой, штурмовать российские позиции и выбивать оттуда российских оккупантов, российские военкоры об этом узнают, и там будет еще больше градус истерии. Поэтому вчерашнему эпизоду, который, конечно, многих мог утешить в Украине, следует относиться к чем-то там рядовому, потому что самое главное событие в самом деле еще впереди. Говорил эксперт издания «Дефенс-экспресс» Иван Киричевский. Вчера подтвердилась очень важная информация, переданная ранее телеканалом CNN со ссылкой на неназванные источники, о том, что Великобритания уже передала или передает вооруженным силам Украины ракеты типа «Сторм-Шадоу», дальность действия которых превышает 250 километров. Выступая перед британским парламентом, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что считает совершенно оправданным решение о передаче этих ракет, отметив при этом, что Киев дал гарантии, что не будет использовать их для ударов по российской территории. Украина имеет право защищаться. Использование «Сторм-Шадоу» позволит Украине оттеснить российские силы, которые находятся на ее суверенной территории. Это оружие даст Украине новые возможности. Однако члены парламента должны признать, что эти ракеты не идут ни в какое сравнение с российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» или иранскими ударными беспилотниками «Шахед», или даже с крылатой ракетой «Калибр» с дальностью более 2000 километров, что примерно в 7 раз больше, чем у ракеты «Сторм-Шадоу». Россия должна признать, что только ее действия привели к тому, что такие системы были предоставлены Украине. Я, как министр обороны, считаю, что это выверенный и пропорциональный ответ на эскалацию со стороны России. Говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Британские ракеты, которые получат или уже получили ВСУ, уступают по своим характеристикам многим видам ракет, которые стоят на вооружении российской армии. Тем не менее, украинские войска получили теперь возможность более эффективно наносить удары по Керченскому мосту и другим стратегическим объектам на оккупированных территориях Украины, включая Крым. На это в интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реали» обращает внимание украинский военный эксперт Роман Светан. Вот как он оценивает эффективность ракет «Сторм-Шадоу». Ракета «Сторм-Шадоу» — это крылатая ракета, такой себе маленький самолетик, который летит на дальность 250-300 километров. Есть некоторые модификации до 500 километров. Боевая часть этой ракеты — полтонны. Есть старт этой ракеты с «Харьеров», то есть самолетный старт, либо старт может быть и морской, то есть вертикальная шахта. Ракета отстреливается вертикально вверх разгонным блоком, разгоняется, поднимается на высоту, раскрывает крылья и дальше запускает двигатель и уходит уже сама в самолетном режиме. То есть идет она вдоль земли на высоте 40-50 метров, на предельно малых высотах, с огибанием рельефа местности, то есть она может маневрировать. А перед целью поднимается на пару километров вверх, то есть делает горку так называемую, и уже сверху под определенным углом, в основном это угол 30-60 градусов, врезается в цель. Круговая вероятное отклонение очень маленькое, так как на последнем этапе наведения у ракеты срабатывает головка самонаведения, инфракрасная, и она уже из того, что видит, выбирает, сама выбирает цель и идет на цель. Отклонить ракету с помощью радиоэлектронных средств борьбы невозможно. Она сама решает, то есть это идет уже сочисление координат, ну и естественно выбор цели. А вот чем хороша ракета, до миллиона долларов она стоит, очень сложно ее сбить на конечном этапе. Хотя пока она идет к цели, пока на нее может воздействовать зенитно-ракетные комплексы, и тогда ее сбить в принципе не сложно. Ее даже можно сбить тем же ПЗРК, переносным зенитно-ракетным комплексом, то есть той же иглой, если точно понимать, где она будет идти, и будет этот угол где-то под 45-60 градусов входа в цель. ПВО на нее довольно-таки неплохо действует. Мы практически все такие ракеты сейчас сбиваем. Ну не все, вот уровень ракет, допустим, калибров Х-101, Х-555. Это тоже крылатые ракеты, примерно такого же уровня, и с такой же боевой части, тоже где-то до полутонны. Просто у них дальности намного больше, то есть от 2 до 5,5 тысяч километров, у российских ракет. А у этой ракеты дальность где-то до 300 километров. Ну я думаю, это кинжал сбитый уже нашим Патриотом. Так вот, эта ракета выполнит задачу, допустим, уничтожения Крымского моста. Эта ракета выполнит задачу не одна, конечно, надо 3-4 ракета, а чтобы прошла систему ПВО, надо до 10 ракет, потому что как минимум 6-7 может быть сбиты, потому 3-4 только пройдет. Эта ракета в определенных количествах может уничтожить, допустим, Севастопольскую бухту, еще там 3 бухты, которые используют россияне. И, естественно, может работать по топливным складам, по складам, кораблям, допустим, если они в координатах. То есть, в принципе, неплохая ракета. То есть, мы достаем до Кереческого моста из, ну, немножко не вот, не отсюда, не из Запорожья, из-под Береслава. У Береслава, то есть, там где-то как раз хватает дальности этой ракеты, чтобы выполнить такую задачу. Но и уж точно достанем без проблем, когда выйдем на Азовское побережье. То есть, выход на Бердянск, это уже точно там 150-160 километров. Там даже нефтунный гарпун достанет. То есть, там и штурмшедову сильно не надо. Мнение украинского военного эксперта Романа Светана, фрагмент его интервью «Донбасс реалии». И на фоне последних событий в Украине опять стало больше разговоров о новой волне мобилизации. Их подогрели подписанный на днях Владимиром Путиным указ о призыве на сборы военнослужащих запасов, а также отказ Государственной Думы рассмотреть закон, в соответствии с которым лица, не прошедшие срочную службу в армии, не могут быть призваны в рамках мобилизации. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Радио говорит Москва» тоже заявил о необходимости новой мобилизации. Вот этот фрагмент. Надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете? Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Вот даже когда фронт стоит, идут постоянные артобстрелы. Мы теряем самых боеспособных ребят. И их надо восполнять. Слушая Дмитрия Рогозина, я вспомнил методичку для пропагандистов, о которой издание «Медуза» рассказало два дня назад. Никакой недооценки противника, признание его силы. С чего, собственно, Рогозин и начал. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 12 мая. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Корпорации «Иркут» и Объединенная двигателестроительная корпорация, входящие вместе в Большую государственную корпорацию «Ростех», подсчитали, что из 150 летающих сейчас в России самолетов типа «Сухой Суперджет-100» к 2030 году эксплуатировать можно будет только 28. Эту новость комментирует наш экономический обозреватель Максим Блант. Краса и гордость российского гражданского авиастроения оснащен французскими двигателями. Французы не поставлять новые, не чинить старые категорически не хотят. В России, может, и хотят, но пока не умеют. Поэтому те авиакомпании, которые активно эксплуатируют «Сухие», уже в следующем году столкнутся с тем, что машины начнут выходить из строя. Собственно, предупреждения Иркута и ОДК адресованы именно российским авиаперевозчикам. Ну и еще российским чиновникам из Минтранса, которые строят планы и пишут стратегии, исходя из того, что и в 30-м году все, что сейчас летает, будет продолжать подниматься в воздух. Пикантная деталь заключается в том, что комплект из двух двигателей, которыми оснащен самолет, составляет более половины его стоимости. Еще в прошлом году «Ростех» с помпой объявил, что уже в 2024 году появится полностью российский двигатель, который будут ставить на новую модификацию сухой «Суперджет Нью». Вот только при ближайшем рассмотрении взять новенькие российские двигатели и заменить ими старые французские на тех самолетах, которые уже выкуплены или взяты авиакомпаниями в лизинг, не очень получается. Во-первых, двигатели разные, поэтому такая замена должна сопровождаться переделкой половины самолета, что лишает этот ремонт всякого смысла. Тем более, что французы свои моторы клепают годами, а в России только запускают в серию. Так что российский аналог будет по объективным причинам сильно дороже. Во-вторых, мощности по выпуску двигателей строятся, исходя из объемов производства новых самолетов. Про то, что неплохо бы ремонтировать и уже летающие, никто почему-то не подумал. Да и нет у российских авиакомпаний денег на подобного рода ремонтные работы. То есть они не против переоснащения своих сухих российскими двигателями, но только в том случае, если оплатит всю эту процедуру государство. При этом и осваивать ремонт французских моторов в России тоже никто не собирается. Все усилия Ростеха направлены на то, чтобы в следующем году продемонстрировать новую модель. Есть, правда, план подрядить иранских кулибинах, которые вроде бы научились делать то, что российским не под силу. Но и этот вариант совсем не дешевый и к тому же не слишком надежный. В сухом остатке. Сухой Суперджет-100, главный и фактически единственный гражданский самолет, который серийно выпускается в России в последние годы, оказался одноразовым. Авиакомпании, которым всячески навязывали эту средненькую по всем характеристикам машину, оказались в незавидном положении. Свои цены она явно не отрабатывает. Что ж, до полностью российского самолета, который обещают запустить в 2024 году, то свою надежность ему еще только предстоит доказать. Поэтому можно было бы в заключении сказать, что поездом надежнее, но даже этого сказать не получается. Поскольку локомотивы всех Сапсанов и Ласточек такие же российские, как и самолеты Сухой Суперджет-100. Комментарий экономического обозревателя Радио Свобода Максима Бланта. Теперь о событии, после которого сегодня бурлят социальные сети. Группа украинских активистов попыталась сорвать концерт драматурга и писателя Виктора Шендеровича в Вильнюсе. А когда он вышел к ним, Шендеровича облили кетчупом, обвинив в поддержке войны в Украине. Я, разумеется, легко мог бы записать и самого Шендеровича, и кого-то из комментаторов, но делать этого не буду. Итак, Шендеровичу припомнили штраф, выплаченный по иску Евгения Пригожина, употреблением словосочетания «наши мальчики» применительно к российским военным. Шендерович объяснил, что цитировал кого-то, произнося эти слова. При необходимости в ход шли и другие аргументы. Примечательно, что создатель антивоенного комитета, много лет жестко критикующий путинский режим и признанный в России иностранным агентом Виктор Шендерович, не ушел и попытался объясниться с теми, кто на него напал. Каких-то точек соприкосновения найти не удалось. Вот фрагмент этого разговора. Он продолжался, конечно, гораздо дольше. Если бы вам было интересно, что я думаю про русский нацизм, помолчите секундочку, дайте мне сказать. Попробуйте послушать. Если бы вам было интересно, что я думаю про русский нацизм, что я думаю про Путин, что я думаю про антиукраинскую позорную аннексию и войну, антиукраинскую пропаганцию, вы это в три клика мышки, если вам интересно. А нельзя быть и нашим, и вашим. Не нарать и облить мне печу. В 2008-м у вас Саакашвили был виноват. Продемонстрировать, да, уровень диалога, если вам действительно... И у Навального, Навальный призывал бомбить в Велизе, и у вас оба были виноваты. Я понял, ваши труды. Секундочку. Это не труды. Это легко. Это сейчас при Гогле делай... Слади. Это в две секунды делай. Я понял. Если бы вас интересовало, да, не Шайф и Оршин, не Харбатайз. Да, и не Мерзов. Мерзов. Нет, это вы. Это вы сделали. Нет, секундочку. Это ваш. Вот это, вот этот диалог. Это понятно. Это непонятно. Я вам виду украинских деточек загиблых. Вы берите на себя много. Вы берите на себя много. Вот это не манипуляция, да, вы считаете? Что это за... Вы манипуляция, вы брахня. Случай с Виктором Шендеровичем в Вильнюсе, особенно на фоне недавней отмены выступления на конференции в Эстонии русскоязычной писательницы из Израиля Ленор Горалик, привело к резкому обострению полемики в интернете по условной оси Шендерович Катя Маргулис, кто знает, тот знает, которая посты в поддержку Шендеровича назвала, цитата, «воплями невиданной солидарности, несравнимой с тем, какую солидарность проявляют те же авторы по поводу украинских жертв». При этом Маргулис и говорилось, что еще одна цитата «кетчуп плохой и глупый метод, хамство и бытовое хулиганство и буллинг неприемлемы». Но разве это не повод задуматься? Конец цитаты. Что касается истории Сленор Горалик, то рекомендую почитать на нашем сайте сегодняшний сетевой обзор цитаты «Свободы». Вы слушаете «Время свободы». Многие вчера обратили внимание на публикацию Пуллицеровского лауреата Тома Фридмана в газете «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Владимир Путин – самый опасный дурак в мире». Главный тезис Фридмана – Путин не может выиграть начатую им войну, не может ее проиграть и не может остановиться. А писатель Виктор Ерофеев, уехавший в Германию после начала войны и преподающий также в Калифорнии, написал книгу, которую назвал «Великий гопник». Это тоже про Путина. Вот что Виктор Ерофеев рассказал в интервью «Голосу Америки». «Великий гопник» – это роман, это нон-фикшн-фикшн-новел. То есть там есть и идея документального произведения, есть и идея художественного. И вообще это такие параллельные жизни – меня и Путина. Путин и меня, мы так пересекаемся. Поэтому порой бывает довольно смешно. Гопник – это маленький хулиган, а великий – как можно. Но он так вот взял и стал великим. Великим в том смысле, что повестку мира он достаточно сильно диктует буквально каждый день. И все оглядываются, кто с ужасом, кто равнодушно, цинично на него смотрит. «Великий гопник» – это, в принципе, в общем-то, конечно, это игра с двумя произведениями. Это произведениями Скотта Фитджеральда «Великий Гэтсби» и кинопроизведениями Чарльза Чаплин «Великий диктатор». В России всегда была волшебная сказка с каруселью, которая крутилась вокруг своей оси. И там в этой сказке был всегда царь, там всегда был Иван Дурак, там другие персонажи были. Просто персонажи были и остаются те же самые. Единственное, только что актеры меняются. Мы все виноваты в том, что случилось, потому что русская культура тащила народ за уши. Путин в этом смысле пригодился, потому что он сорвал вот эту задовольность, на которой был Пушкин, Достоевский, Чайковский, Кандинский. А там открылось одно такое зверье, по-первых. Так что, что тут? Мы виноваты, потому что мы этого не учитывали, зверья. А когда я это учитывал в энциклопедии «Русской души», то меня вот тащили так в тюрьму, что вообще я еле отбился. У нас нет общества. У нас это заблуждение говорит, что наше население составляет какое-то общество. Есть общество в Иране, действительно, оно сформировалось так или иначе. Есть общество в этих странах третьего мира и в африканских тоже. Наше население, оно все равно представляет собой народ. Слово «народ», оно, в общем-то, архаическое слово. И народу свойственно, прежде всего, выживать, а не жить, особенно в тех условиях, которые ему предложили. Народ, он в основном живет в каком-то своем внутреннем мире. Иногда он интересный мир, ничего не скажешь, потому что сама идея выживания может быть довольно любопытной. Но, в принципе, общества нет, и поэтому говорить о том, почему они не уходят. Пусть скажут, а вот в 2012 году выходили. Ну, так это выходило как раз вот то самое, небольшая часть молодежи, небольшая часть той Москвы, которая пыталась сформировать это общество. Ну, и вот ее взяли и разгромили полностью. Мы готовы, так сказать, протестовать где-то внутренними органами, а снаружи нам пусть приедет барин, пусть нам расскажет, как жить. И вот это противоречие русского народа, безусловно, Путину идет, потому что у Путина нет никакой идеологии, кроме желания быть вечным монархом, вечным царем. Поэтому, конечно, после Путина придет совершенно другой человек. Элита, и это понятно, она и устала от этого, в общем, бесконечного гнета такого военного, и они привыкли жить широко и весело, и война это никого не радует. Вот, в общем, это война одного человека. Писатель Виктор Ерофеев о своей новой книге «Великий гопник». Завтра в Ливерпуле состоится финал песенного конкурса «Евровидение». В прошлом году на нем победили исполнители из Украины. По традиции, следующий конкурс должна была принимать страна-победитель, но из-за войны его было решено организовать в Великобритании. Вообще сейчас в Ливерпуле много исполнителей из Украины, а в основном конкурсе ее будет представлять группа творче. Вот что рассказывает следящий за ходом «Евровидения» украинский шоумен Алексей Анатольевич. Я, конечно же, болею за Украину. Я понимаю, что невозможно, наверное, второй раз победить. Хотя, объективно, мне очень нравится то, что делает творче. Мы давно знакомы с ребятами. Я, кстати, ездил на «Евровидение» впервые в 2006 году с делегацией, представьте себе, Ани Лорак. А победил тогда Билан. Знал бы я тогда, что будет сейчас. Наверное, по-другому что-то там делал. Но вообще «Евровидение» в этом году украинцы следят, потому что оно все-таки не у нас происходит, не в Киеве. Мы не можем, к сожалению, сейчас это принять. Хотя были разговоры, давайте перенесем на следующий год и уже «Евровидение» в Севастополе или «Евровидение» в Донецке провести в 2024 году. Но украинцы следят, но так очень спокойно. То есть мы смотрим. Я действительно тоже удивлен, как его количеству. Просто уже, не знаю, артистов 15 из Украины выступило. Но это круто, что нам дают возможность опять-таки говорить о том, что происходит. Продолжаем делать все, чтобы об Украине не забывали, об Украине говорили и в Европе, и в Великобритании, и в США. И это очень круто. Поэтому «Евровидение» мы тоже, я думаю, что каждый украинец. Мы смотрим с благодарностью, кстати, ко всем британцам, которые очень тепло принимают нас и помогают, и поддерживают. Ну и важно то, что продолжаем говорить о том, что происходит. Мне очень нравятся творчи, они круто выглядят на «Евровидении». Кстати, они такие наименее, мне кажется, фриковые. «Евровидение» с каждым годом становится все более необычным, скажем так. Творчи в этом плане, они такие максимально понятные, мне кажется. Два парня, понятная песня, даже их наряды, которые в Украине, может быть, кто-то воспринял как такие экстравагантные, на фоне остальных номеров «Евровидения» они такие очень классические. Поэтому украинский номер один из самых классических в этом году на «Евровидении». Ну, мне очень нравится. Я классная песня, классные ребята. Джеффри, мы с ним знакомы еще когда он не был звездой, и он еще тогда даже не говорил по-украински. Уже сейчас разговаривают лучше, чем многие украинцы. Говорил украинский шоумен Алексей Анатольевич. Добавлю, что Россия и Беларусь к «Евровидению» не допущены, как не допущены сборные России и Беларуси к хоккейному чемпионату мира, который начинается сегодня в Латвии. И последнее на сегодня, 12 мая, исполняется 90 лет со дня рождения поэта-шестидесятника Андрея Вознесенского. По образованию Андрей Вознесенский был архитектор. Один из его сборников, вышедший в 1976 году, назывался «Витражный дел мастер». Много лет назад мой коллега Игорь Померанцев пригласил Андрея Вознесенского в свою передачу, посвященную стеклу. Давайте послушаем этот фрагмент. Я много работал со стеклом, когда делал витражи. Стекло родилось в Египте, самой, может быть, магической из цивилизации. Да, стекло, правда, было непрозрачным, но оно было синим и желтым. Это известный египетский голубой цвет. Прозрачное же бесцветное стекло появилось одновременно с появлением христианства. Это соты света, пространство в пространстве, отражение, выход в иные пространства. Много мне объяснил в технике и сущности витражей Марк Захарович Шагал. Он пригласил как-то меня на открытие своего витража в Цюриховском соборе. И он бесплатно это, конечно, делал. И особенно приятно, когда ты работаешь с толстым, сколотым, литым стеклом, когда толщина его 150, а то даже до 250 миллиметров доходит. Хорошо, когда стекло пузырчатое. И вот эта оптика, масса, свет, отражение, все это делает стекло самым, может, поэтическим материалам, адекватным слову. Например, гумилев для меня это плоскостной цветной витраж. Кузьмин венецианское стекло. Хлебников это оптическое стекло с преломлением слова, когда, может быть, с посеребренными гранями это стекло множится, отражается. И вот его перерывки, такие поэмы, которые читаются слева направо и справа налево, как будто отражающее стекло поставлено. Это и у классиков было. Помните это? На возну кучу та-та-та-та петух нашел жемчужное зерно. Слово зерно подразумевается рифма. Она не названа. Ну какая? Правильно, дерьмо. Но это где-то в подсознании в отражении продолжает маячить. Принципы стеклопластики я пытался перевести в слово в книге своей витражных делмастер. Тем более, что тогда в типографии тогда еще набирали слово при помощи свинцового шрифта. Это так же, как в витраже стекло и свет крепятся при помощи свинцовых спаек, свинцовые прутки такие бывают. Ну, мои хулители малограмотные сразу обвинили меня в масонстве. Потому что для них слово мастер это масонский термин. Все это из ордена вольных каменщиков. И в своей простительной, конечно, для них темноте они не знали, что первые цветные витражи появились не у католиков, а в Византии. В соборе Святой Софии ко мне прицениваются барышники, клюют обманутые стрижи. В меня прицеливаются полыжники, поэтому я делаю витражи. Это был голос Андрея Вознесенского, 90 лет, со дня рождения которого исполняется сегодня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Live. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова